Представьте, что, открыв глаза, вы вдруг осознаете, что понятия не имеете ни где вы находитесь, ни как оказались в этой глуши. Какими будут ваши первые мысли? Осмотреть окрестности? Найти еду? Может быть воду? Кто знает, с какими опасностями вы столкнетесь и какие тайны вам предстоит разгадать на своем поиске пути домой? Об этом настольная игра «Остаться в живых». А чтобы помочь вам в ваших приключениях, мы подготовили эти видеоправила. Итак, устраивайтесь поудобнее у костра в вашем лагере, это обещает быть интересным. Содержимое вашей коробки «Остаться в живых» уникально, каждая копия единственная в своем роде. Большинство карточек, тайлов и жетонов выбираются случайным образом из огромного количества всевозможных компонентов, при этом сохраняя целостность истории, которая вас ждет. Вы не будете знать ваших героев, пока не откроете коробку, не будете знать, что, где и как с ними произойдет. Хотя, конечно, правила и некоторые компоненты, такие как миплы, будут одинаковыми в каждой игре. Чтобы сохранить интригу, не просматривайте карты перед игрой. Открытия, которые вы будете совершать, помогут вам скорректировать стратегию для последующих партий. Для начала выберем сценарий. Если вы играете в первый раз, вам нужно выбрать сценарий 1. Найдите все карты заданий этого сценария, а остальные уперите в коробку. Зачитайте вслух текст карты этап 1 выбранного сценария. Из него вы узнаете первую цель, которую нужно достичь на пути к победе. Остальные карты заданий отложите лицом вниз. Они понадобятся вам позднее. Каждая партия «Восстаться в живых» следует определенному сценарию, а каждый сценарий рассказывает о новой группе выживших. И хотя в каждой партии используется только один сценарий, все они связаны общим сюжетом. Основная цель игры — остаться в живых до конца партии, поэтому побеждают все выжившие. Определите вождя племени броском кубика и выдайте ему вот такой жетон. Вождь племени не только будет ходить первым в фазе дня, за ним также остается последнее слово, когда выжившие должны принять какое-то совместное решение и не могут прийти к согласию. Соберите колоду ночи. Для этого перемешайте 6 карт ночи красного цвета, а затем перемешайте и положите сверху 4 карты ночи синего цвета. Найдите в коробке все компоненты региона. Для этого в первую очередь возьмите памятку региона, используемого в выбранном сценарии. У меня это остров, у вас может быть другой регион. В памятке перечислены все необходимые компоненты для этой партии. Колоды исследования противников и создаваемых предметов следует положить в закрытую, при этом карты внутри колоды должны находиться в порядке возрастания номеров. Не перемешивайте эти колоды. Также в памятке перечислены карты исследования, которые необходимо убрать в коробку. Лучше сделать это прямо сейчас. Перемешайте карты чертежей и сложите их стопкой и лицом вниз, рядом с колодой создаваемых предметов. Перемешайте карты угроз, указанного на памятке цвета, и сложите их рядом с колодой ночи. Найдите фрагменты игрового поля, жетоны источников воды, жетон лагеря, жетоны чудовищ и жетоны находок, указанные в памятке. Разложите их по кучкам, лицом вниз, в соответствии с символами на оборотных сторонах жетонов. Каждую из них перемешайте. Жетоны ресурсов, костров, жетоны особых чудовищ и жетоны счетчики положите так, чтобы всем игрокам было удобно их брать. Теперь соберем игровое поле. Найдите фрагмент с иллюстрацией на обеих сторонах и положите его в центр стола. Остальные фрагменты разложите в стопке в соответствии с номерами на их оборотных сторонах. Перемешайте каждую стопку и выложите фрагменты лицевой стороной вниз по указанной в памятке схеме. Положите жетон компаса так, чтобы он тремя сторонами соприкасался с крайним фрагментом игрового поля, как указано в памятке. Затем положите жетон лагеря, освещенной стороной вверх, на клетку с изображением лагеря. Перемешайте карты персонажей и раздайте по две всем участникам. Каждый игрок выбирает себе одного из персонажей, никому его не показывая. Карты одновременно вскрываются, а неиспользованные убираются в коробку. Каждый игрок получает планшет персонажа. Поверните все диски здоровья так, чтобы стрелки указывали на символ сердца. А диск выносливости установите на начальное значение, которое зависит от количества игроков. Допустим, мы играем вдвоем, значит нужно установить 10 выносливости. Также каждый игрок получает один жетон еды и один жетон чистой воды, три карты боевой поддержки того же цвета, что и планшет персонажа и в зависимости от количества игроков берет сверху колоды карты обычных чертежей. Поскольку мы играем вдвоем, то нам достается по две карты. Ну и наконец, каждый получает фигурку выжившего того же цвета, что и планшет персонажа и ставит эту фигурку на клетку с лагерем. Можно начинать игру. Вся игра состоит из серии раундов, а каждый раунд, как в жизни, из двух фаз, из фазы дня, который сменяется фазой ночи. Днем выжившие перемещаются по игровому полю, собирают ресурсы, создают предметы и занимаются многими другими вещами. А вот ночью разыгрывается специальная карта, содержащая разные положительные и отрицательные эффекты. В фазу дня каждый выживший в порядке очереди совершает свой ход. Начиная с вождя племени и далее по часовой стрелке, игрок может совершить любое количество действий. Ну, в зависимости от того, насколько у него хватит выносливости. На выполнение каждого действия тратится одна выносливость или больше, если того требует действия. Например, собрать находку с той локации, в которой вы находитесь, стоит один пункт выносливости. А, например, переместиться в горы, три пункта. Расход выносливости, как вы уже поняли, отмечается поворотом диска. Вам не обязательно тратить весь свой запас выносливости. Все неизрасходованные пункты сохранятся на следующий день. Однако учтите, что ночью вы получите минимум 6 пунктов выносливости, а максимум их на диске 12 и минимум, соответственно, 0. В течение хода можно выполнять одно и то же действие сколько угодно раз. Теперь подробно рассмотрим каждое из доступных игрокам действий. С помощью действия сбор выжившие могут собирать или применять эффекты жетонов на игровом поле. При выполнении этого действия вы берете один жетон, находящийся с вами на одной клетке, и разыгрываете его. Жетон находки. Переворачиваете лицом вверх. Если на обратной стороне изображен ресурс, положите его рядом со своей картой персонажа. Ресурсы нужны для создания предметов, а также помогают вам во время боя. Если на открытом жетоне находки изображен символ и номер противника, выживший немедленно вступает с этим противником в бой, но об этом чуть позже. Если на открытом жетоне указан только номер, то ищем карту с таким номером в колоде исследований и разыгрываем. ее. Жетон ресурса можно просто поднять одним действием и положить рядом с картой персонажа, чтобы использовать в дальнейшем. В своих приключениях вы будете находить источники воды. Это вот такие жетоны. За одно действие вы можете перевернуть жетон источника лицом вверх и взять из запаса один жетон ресурса, соответствующего источнику. В данном случае мы получили чистую воду. Этот жетон источника воды остается на своей клетке до конца партии и содержит неограниченный запас ресурсов. Таким образом, находясь на клетке с источником, можно, например, потратить 10 единиц выносливости, чтобы выполнить 10 действий сбора и взять 10 жетонов чистой воды. У каждого выжившего не может быть в сумме больше 10 ресурсов и предметов одновременно. Если в какой-то момент этот лимит будет превышен, выживший должен выбрать, какую комбинацию из 10 ресурсов и или предметов он хочет оставить себе. Лишние ресурсы нужно положить на клетку, на которой находится выживший, причем если это жетон находки, то он возвращается ресурсом вверх. А лишние карты нужно вернуть в соответствующие колоды, сохранив при этом порядок нумерации. Некоторые предметы позволяют выжившим переносить в них ресурсы, как, например, эта корзина. Выживший может положить на карту такого предмета некоторое количество ресурсов, оно не учитывается при определении максимального груза, но карта самого предмета считается как обычно. В корзине мы можем хранить до 4 ресурсов. При этом наш рюкзак сейчас занят на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пунктов из 10. Чтобы переместить фигурку выжившего на соседнюю клетку, нужно потратить столько выносливости, сколько указано в памятке региона для типа ландшафта клетки назначения. Например, чтобы перейти в эти заросли, мне нужно потратить 2 выносливости. После перемещения на другую клетку, выживший может выполнить на ней одно действие сбора без затрат выносливости. То есть, потратив 2 выносливости для того, чтобы перейти в заросли, я могу бесплатно перевернуть этот источник воды и взять с него 1 ресурс. Чтобы перемещаться на фрагменты игрового поля, лежащие лицом вниз, сначала необходимо произвести разведку. Для этого нужно выбрать соседний со своей клеткой фрагмент поля и перевернуть его. Конечно же, на это тратится 1 выносливость. С данной клетки мне доступен для разведки только этот фрагмент, а находясь здесь, я смогу уже разведать и вот этот, и вот этот, и вот этот фрагмент, потому что все они соседние с моей клеткой. После того, как фрагмент перевернут, берем из запаса жетоны находок с символами, изображенными на раскрытом фрагменте и, не подглядывая, выкладываем на эти клетки. Если на клетке изображен источник воды, положите на нее жетон источника воды лицом вниз. Чтобы обменяться друг с другом любым количеством предметов, ресурсов и карт-чертежей, вам нужно находиться с выбранным для обмена выжившим на одной клетке и потратить один пункт выносливости в оплату действия. Разумеется, сперва вы должны договориться, чем будете меняться и в каком количестве и оба участника должны быть на этот обмен согласны. Выжившие могут создавать полезные предметы при помощи карт-чертежей и соответствующих им ресурсов. Для выполнения этого действия, как обычно, потратите один пункт выносливости. Также вы выбираете карту чертежа из своей руки или из тех, что лежат на столе. Тратите ресурсы, указанные в нижней части карты. При этом, если вы тратите жетон находки с двумя ресурсами, а этот ресурс требуется в единичном экземпляре, вы получаете сдачу из запаса. После чего берете карту создаваемого предмета с номером, указанным в правом нижнем углу карты чертежа. Если для создания предмета была выбрана карта с руки, вы кладете ее лицом вверх рядом с полем. Теперь этот чертеж доступен и всем остальным игрокам. И берете себе новую карту сверху колоды чертежей. Чертежи, лежащие на столе лицевой стороной вверх, остаются там до конца партии. Они никому не принадлежат, воспользоваться ими может любой выживший. Помимо требуемых ресурсов, на некоторых картах чертежей изображен символ костра. Для создания таких предметов выжившим нужно находиться у костра. Вообще, для некоторых эффектов требуется, чтобы выжившие находились в лагере или у костра. Это означает, что фигурка выжившего должна находиться в клетке с лагерем или костром соответственно. Костер может быть либо горящим, либо потухшим, а лагерь в свою очередь может быть либо освещенным, либо не освещенным. Если костер потух, выжившие могут выполнить действия разжигания костра, потратив одно дерево и один пункт выносливости в оплату действия, чтобы перевернуть жетон обратно. В начале игры единственный костер находится на жетоне лагеря. Пока этот жетон лежит освещенной стороной вверх, выжившие находящиеся на клетке с этим жетоном находятся и в лагере, и у костра. Кроме того, в процессе игры вы можете найти карты предметов, которые позволят вам разводить новые костры. Обратите внимание, что когда вы тратите ресурс, вы сбрасываете в запас один из своих жетонов ресурсов или находок. Находки сбрасываются лицом вверх, при этом если на жетоне два ресурса, а вы хотите потратить из них только один, то вы берете из запаса сдачу. Когда закончатся жетоны находок в одной из кучек, сформируйте новый запас из их сброса. На некоторых клетках изображены ориентиры, которые выжившие могут исследовать, находясь на этой клетке и потратив один пункт выносливости. У каждого ориентира есть свой номер, совпадающий с номером карты исследования, и, выполняя действия, вы находите в колоде эту карту и разыгрываете ее эффект. Вообще, когда выживший получает указание разыграть карту с номером, он берет соответствующую колоду, находит в ней карту с нужным номером на рубашке, читает ее вслух и разыгрывает. В этих колодах встречаются карты четырех типов, каждый из которых разыгрывается по-разному. Мгновенный эффект. Выполните указание карты и возвращайте ее в колоду. На картах может присутствовать художественный текст, выделенный курсивом. Он содержит элементы сюжета, на которые могут ссылаться другие карты. Изменения. Такую карту кладете рядом с полем, она остается в игре, а ее эффект распространяется на всех выживших. Предмет. Выживший оставляет себе эту карту и кладет рядом с картой своего персонажа. Теперь он может пользоваться указанным на ней бонусом. Противник. Выживший немедленно вступает в бой с этим противником. Боевку мы разберем чуть позже. Обратите внимание, что у игрока не может быть двух предметов с одним и тем же названием, в том числе и создаваемых. Если выживший получает предмет, который у него уже есть, он оставляет себе новую карту, а старую либо возвращает обратно в колоду, либо отдает другому выжившему, находящемуся с ним в одной клетке. Вероятно, иногда у вас возникнет ситуация, что вы получите указание разыграть определенную карту, а ее в колоде уже не окажется. Просто в данном случае не разыгрываете ее. Это может произойти в том случае, если эта карта предмета, полученная ранее другим выжившим, или если эта карта была убрана из игры другим эффектом. Выживший может излечить один урон, потратив необходимый ресурс и, конечно же, один пункт выносливости на каждое действие восстановления. Потратить одну еду, чтобы вылечить истощение, потратить одну воду, чтобы вылечить обезвоживание, и потратить одно лекарство, чтобы излечить недомогание. Как вы уже догадались, отмечается это тем, что игрок поворачивает один любой диск, указывающий на символ этого типа урона, так, чтобы он снова указывал на сердце. Находясь на клетке с другим выжившим, вы можете выбрать восстановить урон себе или, может быть, излечить его другому выжившему. Выжившие могут получить урон в разных ситуациях. Каждый раз, когда персонаж получает урон, он должен выбрать один из своих дисков здоровья, указывающих на символ сердца, то есть вот этот в данном случае нам не подходит, и выставить его символ на символ полученного урона. Урон бывает четырех типов. Истощение восстанавливается едой, обезвоживание водой, недомогание лекарствами, а вот физический урон нельзя излечить при помощи действия восстановления. Когда выживший уже получил три урона и должен получить четвертый урон любого типа, он погибает и проигрывает. Положите фигурку выжившего плашмя, чтобы показать, что он стал погибшим. Если погибает вождь племени, он должен передать жетон вождя игроку, сидящему слева от него. Все остальные выжившие продолжают партию, но погибший игрок больше не ходит. Свойства его карт больше не применяются, а в контексте любых карт и правил он больше не считается выжившим. Все его карты чертежей и угроз убираются из игры, а ресурсы и предметы остаются рядом с картой персонажа. Теперь остальным выжившим доступно действие мародерства. Находясь на клетке с погибшим и потратив один пункт выносливости, можно взять у него один ресурс или один предмет. Но вернемся к действию восстановления. Отдельного внимания заслуживает восстановление истощения при помощи воды. Вода в игре бывает двух типов, чистая и грязная. Восстановить урон можно при помощи воды обоих типов, однако если с чистой водой все происходит без проблем, как обычно, то после того, как вы тратите жетон грязной воды, вы выбираете или потратить следом одно лекарство, или потратить грязную воду без траты лекарства. Если вы тратите грязную воду вместе с лекарством, то восстанавливаете истощение, как обычно. А вот если вы решаете сэкономить лекарство и потратить только грязную воду, то следом после траты вы бросаете кубик. Если на кубике выпало от единицы до трех, то вместо восстановления выживший получает одно недомогание. И в нашем случае это явилось бы для выжившего смертельным. Находясь у костра и потратив один пункт выносливости, можете обменять любое количество мяса на такое же количество еды. Также можно воспользоваться действием, указанным на одной из своих карт предметов со своей карты персонажа, карты изменения или карты текущего задания. Итак, я играю за синего игрока, мой персонаж Кимми Сандерс, и я начинаю свой ход. В первую очередь я хочу воспользоваться способностью Кимми Сандерс и потренировать оранжевого игрока. За одну выносливость я могу выбрать другого выжившего, находящегося на одной клетке со мной, и он получит три выносливости. Это можно делать не чаще одного раза за день. Начисляем три выносливости оранжевому игроку. Теперь я хочу переместиться в заросли. Это будет стоить мне две выносливости, потому что об этом сказано в памятке к сценарию. Теперь я перемещаюсь на лук, потратив еще одну выносливость, и далее я хочу исследовать новый фрагмент поля. Это будет стоить мне еще одно очко выносливости. Переворачиваем фрагмент и располагаем на нем соответствующие жетоны находок. Следующим действием я совершаю исследование и сбор. Перехожу на эту клетку за один пункт выносливости и сразу же собираю находку. Здесь оказался ресурс, поэтому я оставляю этот жетон у себя. Следующими тремя действиями со стоимостью в один пункт выносливости я перемещаюсь к ориентиру номер 33. Раз, два, три. Я хочу исследовать этот ориентир. Это стоит мне еще один пункт выносливости. Теперь я нахожу карту в колоде исследования с соответствующим номером и применяю ее эффект. В этом месте оказался экспедиционный лагерь. Зачитав художественный текст, я могу потратить одно мясо, чтобы разыграть карту исследования номер 35, что скорее всего продвинет меня дальше по сюжету. Эта карточка имеет мгновенный эффект. Если я решу не тратить мясо прямо сейчас, она вернется обратно в колоду. И чтобы сделать это в дальнейшем, мне придется еще раз выполнять действия исследования. Но мало ли что меня там ждет. Я решаю закончить ход и сохранить один пункт выносливости на следующий день. После того, как все выжившие совершили ход, начинается фаза ночи. Вождь племени берет верхнюю карту колоды ночи и по порядку сверху вниз выполняет все указания на ней, после чего сбрасывает. Карты ночи всегда позволяют выжившим восстановить как минимум 6 единиц выносливости, в нашем случае даже 8. После сброса карты ночи, вождь племени принимает решение оставить жетон вождя у себя или передать его другому игроку. Вообще, в обсуждении смены вождя участвуют все выжившие. Однако, окончательное решение принимает вождь племени. Он может пойти наперекор желаниям остальных выживших, если только они единогласно не проголосовали за одного кандидата. После этого наступает фаза дня нового раунда игры. И так до тех пор, пока каждый выживший либо не победит, либо не проиграет. Некоторые карты ночи предписывают одному или нескольким выжившим разыграть карту угрозы. Например, в нашем случае, если вождь племени находится не у костра, он берет одну карту угрозы. Для этого берем верхнюю карту из колоды угроз, выполняем ее указания, читаем художественный текст, после чего сбрасываем. На некоторых картах угроз под названием написано ключевое слово «особенность». Когда выживший берет такую карту, он кладет ее перед собой. Она остается в игре до тех пор, пока не будет сброшена в результате розыгрыша какого-либо эффекта. Обычно на самой карте угрозы указано, при каком условии она сбрасывается. В нашем случае выжившего мучают навязчивые сны. До того, как эта карта будет сброшена, у него не может быть больше восьми выносливости. Но находясь на клетке с символом цели, вот с таким биноклем, можно потратить один пункт выносливости и сбросить эту карту. Как вы могли заметить, карты ночи и карты угроз сбрасываются лицом вверх рядом с соответствующей колодой. Когда в колоде ночи закончатся карты, найдите в сбросе все карты ночи второго уровня, вот такие красные, перемешайте их и составьте из них новую колоду. То есть после того, как вы все карты ночи сбросите, карты ночи первого уровня вам больше в игре уже не встретятся. А вот когда у вас закончатся карты угроз, просто перемешайте их и составьте новую колоду из сброса. Карты исследования, противников или создаваемых предметов при сбросе верните обратно в соответствующую колоду, сохраняя при этом порядок нумерации. Свойства некоторых карт призывают жетоны чудовищ на игровое поле. Когда это происходит, возьмите случайный жетон чудовища из запаса и положите его лицевой стороной вниз на указанную клетку. Если на этой клетке находится выживший, переверните жетон лицевой стороной вверх и выживший немедленно вступает в бой с этим чудовищем. То же самое происходит, если выживший сам перемещается на клетку с чудовищем, немедленно начинается бой. Даже если вы переместились на клетку в процессе выполнения действия перемещения и сбор, вы должны вступить в бой до того, как получите ресурс. Если на одной клетке с выжившим лежит несколько жетонов чудовищ, он выбирает, с каким из них вступить в бой. Если по окончании боя на клетке все еще остались жетоны чудовищ, выживший вступает в бой с одним из оставшихся. Этот процесс повторяется до тех пор, пока на клетке не останется жетонов чудовищ или выживший не погибнет. Свойства некоторых карт могут перемещать жетоны чудовищ по игровому полю. Чудовища игнорируют тип ландшафта, то есть всегда перемещаются на указанное количество клеток. Если выживших на клетке несколько, они могут договориться, кто вступит в бой с чудовищем. Если договориться не получается, решение принимает вождь племени. Вождь разрешает и другие спорные вопросы. Например, если нужно переместить чудовище в направлении одного из двух выживших, которые находятся на одинаковом расстоянии. Так что лучше не ссорьтесь с вождем. Если чудовище перемещается более чем на одну клетку, оно проходит все клетки последовательно и останавливается, оказавшись на одной клетке с выжившим. Например, в результате розыгрыша карты выживший должен переместить ближайший к нему жетон чудовища в направлении двух клеток к его фигурке. Чудовище переместится вот таким образом и останется перевернутым, потому что не достигло фигурки выжившего. Но если бы выживший находился вот здесь и была бы разыграна та же самая карта, то чудовище переместилось бы не на две, а на одну клетку в сторону выжившего и при этом начался бы бой. Чудовища не могут перемещаться за пределы игрового поля или на неразведанные фрагменты. Вместо этого они продолжают перемещение вдоль края разведанного фрагмента. Если нужно переместить несколько жетонов чудовищ одновременно, сначала переместите все эти жетоны и только после этого разыграйте бои, если чудовища оказались в клетках с выжившими. Все ваши возможные враги в игре представлены картами. На каждой карте указаны боевые характеристики – защита, атака и здоровье врага. Выживший, вступивший в бой с чудовищем, бросает оба кубика – серый и красный. Если результат броска серого кубика равен или больше значению защиты, выживший наносит этому противнику урон. Если результат броска красного кубика больше или равен значению атаки противника, выживший получает урон. В данном случае я бы урон не получил. На результаты бросков кубиков можно повлиять. Давайте рассмотрим бой более детально, пошагово и на примере. Допустим, чудовище эффектом карты переместилось на клетку с нашим выжившим и им оказался противник номер 75. Находим его карту. Огромный питон. Первый шаг – это бросок кубиков. Серый – это ваш кубик, красный – кубик противника. Это важно запомнить, поскольку некоторые карты могут ссылаться на ваш бросок, ваш кубик или наоборот – бросок или кубик противника. Второй шаг боя – уже после броска кубиков можно изменить его результат. Игрок-участник боя может использовать различные свойства – потратить ресурсы или использовать предметы, чтобы изменить результаты броска или перебросить кубики. Так, потратив одно дерево, можно перебросить серый кубик. И это наш вариант, поскольку урон мы противнику не наносим. Я трачу дерево и перебрасываю серый кубик. Теперь я бросил восьмерку и я наношу один урон противнику. Отмечаю это вот таким счетчиком. Помимо траты дерева, за один камень можно перебросить красный кубик. Давайте этим воспользуемся. К сожалению, и переброс кубика мне не помог. Наш выживший все равно получает один физический урон. Также за трату одного яда можно добавить плюс один к результату броска серого кубика и за трату одного металлолома минус один к результату красного кубика. Но в нашем случае этот вариант не поможет. Применять эффекты нужно по одному за раз и в любом порядке. При этом один и тот же эффект можно применить несколько раз. Например, я уже потратил один камень, чтобы перебросить кубик противника. Теперь я могу потратить еще один камень, если бы он у меня был, чтобы перебросить его снова. Если у игрока есть несколько предметов с атрибутом оружия, то он может использовать их все, но каждый предмет не более одного раза за бой. Например, при использовании предмета я бы рекомендовал поворачивать его карту и обновлять их по завершению боя. Третий шаг боя это нанесение урона. Если итоговый результат броска серого кубика после применения уже всех желаемых и возможных эффектов стал больше или равен значению защиты противника, то этот противник получает один урон, что отмечается вот таким жетончиком. И если количество этих жетонов сравнялось со значением здоровья противника, то игрок получает указанную на нем награду, в данном случае два мяса, после чего сбрасывает карту и жетон чудовища с игрового поля. Но в нашем случае этот момент еще не наступил, поскольку у питона два здоровья. Смотрим на красный кубик. Если его значение больше или равно значению атаки монстра, то игрок получает один физический урон. Это я уже отметил. Обратите внимание, что даже если противник был побежден на этом шаге боя, урон он все равно наносит. Отступление противника происходит только если он не был побежден. Его карта остается в игре вместе со всеми лежащими на ней жетонами урона, а вот сам жетончик противника перемещается на соседнюю клетку. Направление перемещения определяется числом на жетоне компаса и значением на красном кубике, выпавшем во время боя. В нашем случае значение 11 обозначает вот эту сторону. Жетон перемещается вот сюда. Жетон противника не может также отступать за пределы игрового поля на неразведанный фрагмент или на клетку с другим выжившим. В таких случаях участник боя выбирает одну из клеток, которая является соседней с его фигуркой и на которой нет других выживших и перемещает на нее жетон этого противника. После этого шага бой завершается, даже если противник не был побежден. Некоторые свойства карт позволяют выжившим сбежать из боя. В этом случае переместите фигурку на одну из соседних клеток, на которой нет жетона чудовища, а бой немедленно завершается. Пропустите все неразыгранные шаги боя. Если выживший сбегает до шага нанесения урона, он не получает урон, а противник не отступает и не считается побежденным. Боевая поддержка. Ну конечно, как же обойтись без помощи ваших верных товарищей? Другие выжившие, не участвующие в бою, могут оказать поддержку своему товарищу. Для этого нужно находиться в пределах хотя бы двух клеток от клетки, где происходит бой. Перед броском кубиков каждый помощник выбирает выложить на стол одну из своих трех карт боевой поддержки лицом вверх или отказаться помогать. Это решение принимается в порядке очереди по часовой стрелке, начиная с игрока, сидящего слева от участвующего в бою. Например, в данном случае синий игрок может сыграть любую из этих карт. Например, он играет подавление. Если противник получает урон, он получает один дополнительный урон. Таким образом, огромного питона можно убить за один бой и не дать ему отступить. Но также эта карта говорит о том, что если участник боя получает урон, то синий игрок также получит один физический урон вместе с ним. После розыгрыша карты владелец возвращает ее себе и может разыгрывать в последующих боях. Если противник побежден, участник боя может оставить награду себе или раздать всю награду или ее часть помощникам. На картах некоторых противников указано ключевое слово смертоносный. Такой противник будет продолжать бой до тех пор, пока не будет побежден или не погибнут все выжившие на клетке с ним. Если смертоносный противник не побежден в бою, он не отступает, а немедленно начинает новый бой с другим выжившим, находящимся на одной с ним клетке. Если таких выживших несколько, он вступает в бой с игроком, сидящим слева от предыдущего участника боя. А если на этой клетке нет других выживших, этот противник снова вступит в бой с тем же участником боя. Кроме того, свойства карт, позволяющие выжившему сбежать из боя, не позволяют ему переместиться с клетки со смертоносным противником. Вместо этого бой заканчивается и противник начинает новый бой с другим выжившим, если таково еще есть на клетке. Иначе враг тут же снова вступит в бой с тем же участником. Но это будет новый бой, а значит все свойства ваших предметов снова будут заряжены. То есть важно понимать, что каждый раз этот враг начинает именно новый бой, поэтому если какое-либо свойство предмета может применяться не чаще одного раза за бой, его можно применять несколько раз, если разыгрывается несколько боев. Так что в боях со смертоносным противником выживший может вступать в бой несколько раз и во время каждого такого боя применять эффект, действующий один раз за бой. Чтобы завершить сценарий, выжившим, как правило, нужно достичь определенного места на игровом поле или найти определенные предметы. Например, на некоторых клетках игрового поля изображены вот такие красные символы цели. У этих символов нет как такового игрового эффекта, но некоторые свойства карт могут на них ссылаться. Некоторые предметы с атрибутом специальный ключ обладают свойствами, которые применяются, когда выживший тянет карту исследования. Они позволяют взять и разыграть другую карту исследования взамен только что вытянутой. Например, у меня уже есть предмет Орден Быка. Я открываю карту Ужасная Находка, в тексте которой фигурирует голова быка. Эта карта говорит мне о том, что я должен разыграть карту исследования номер 5, но поскольку у меня уже есть карта Орден Быка, я выбираю разыгрывать мне карту исследования номер 5 или же может быть стоит разыграть карту, номер которой больше на 2, то есть карту номер 7. Будьте внимательны, поскольку выживший должен решить, какую карту будет разыгрывать до того, как посмотрит новую, то есть в нашем примере до того, как посмотрит карту номер 5. Итак, вы и ваши герои находитесь на пороге увлекательных открытий. Тщательно взвешивайте последствия своих поступков, принимайте ответственные решения, сражайтесь со свирепыми противниками, исследуйте, помогайте друг другу и побеждайте. А если у вас остались вопросы по правилам, задайте их нам на электронную почту, в чате сотруднику на сайте hobbyworld.ru или прямо в комментариях под этим видео. Оставайтесь с нами и играйте в настольные игры. Пока!